У соковику 1944-го увез Цемикуль городок на шляху до трагичного домых азарыча. Фашистские захопники створили перасыльный концлагерь для мирного насильства. Тут находились и у основным женщины, дети и состарелые, которые гинули от насилия не их вороб. У нас было в семье 6 человек, детей, мать одна. Водила нас по болотам, по этим поляшам. После этой деревни Медведов мы попали сюда, в Микуль городок. Когда в его родную везку пришли оккупанты, Михаилу Старовойтову было всего 2 года. Жахи того периодует он малолетний вязень памятая короткими успешками, которые отбились в детской сведомости. Однако прозусюжить все он пронес думку. Память об этом нужно заховывать всеми мягчимыми сроками. Хотелось бы, чтобы больше такого не повторилось. Поэтому должны делать все возможное, чтобы не было такого. Идея памятного камня была озвучена давно, когда бывший председатель Львовского сельского совета Зайцев Александр Алексеевич установил памятный камень, вот этот, который нашел, тоже где-то здесь недалеко, возле Микуль городка, на месте, именно там, где находился, был расположен пересыльной этот пункт. Но он там не прижился, это в лесополосе, там посадили лес, разрабатывают нефть, добывают, поэтому и туда неудобно добираться. Поэтому в этом году было решено этот памятный камень облагоустроить вот эту местность. Сучасный помник проставляет собой гранитный камень со звездками об сотнях загинувших у пересыльным лагеря у Микуль городку. Зараз помник знаходится у сручной мессы, каля трассы, и кожный жадающий может наведать гэта месса, каба дать данину поваги мирным жихарам Ахвярам Великой Ичинной. Я думаю, что это знаково и для района, и для сельсовета, тем более и для жителей. Все жители окрестных деревень со слезами на глазах, многие восприняли это событие, что мы наконец-то смогли сделать это всеми усилиями. Алена Василюк, Сергей Лукашук, Телерадио-компания «Гомель», Октябрьский район.